китай и кухни мира наше все пять лет назад мы были в ресторане русской кухни назывался он кавказ но зрители сказали это не совсем русская кухня так что мы делаем работу над ошибками ничего себе сколько книжек и ни одной пушкина ресторан имеет очень хороший рейтинг отзывы все красиво но но в таких местах в россии я не был и самоваров таких тоже не видел китайцы удивляются почему стол не круглый почему он прямоугольный стиль мне здесь нравится прям молодцы а на русском языке есть как это нет в пушкине нет на русском языке но елки-палки я сразу наугад так открыл очень красиво московский салат по поводу блинов я не знаю блины пожалуйста с маслятами с грибами и красной икрой солянка да там много мяса разного это без рекомендации это просто медовик ромовая баба наполеон котлетки с пюрешкой хочу я ни с кем не буду котлеты с пюрешкой делить я один просто в китае обычно заказывают блюда она на всех в россии мы каждый себе заказываем это большое отличие в культуре приема пищи кремлевская котлетка соленья еще не много и дорого не будем нет 500 юаней балтика безалкогольные 32 юаня за пол-литра меню пушкин я не знал что у него есть такое произведение ресторан выглядит конечно шикарно все хорошо сделано но ни одного русского не повара не официанта ну как так теплое влажное полотенце красиво выглядит молочный коктейль перед едой принесли как раз безалкогольный не интересно то есть вы сегодня пейте плясать не будете как прошлый раз хлеб 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 у меня тост с новым годом с новым годом всех с новым годом с новым счастьем до балтика на легка сладкая хлеб надо просто брать руками и в рот не надо его разрезать надо взять капусточку огурчик вилочкой в другую руку взять хлеб и положить вот это вот закусить хлебом до ну ладно так тоже можно но лучше в рот сразу в рот тут у нас еще борщ пирожки а чё они такие маленькие грибы вот вот это надо добавить вот сюда маслом самое время сказать фразу китайцы пробуют борщ сметана или это мая да в рот нету лодочки представили я выпил это сладкая это в россии яд в конце это это не ест с борщом это малиновое варенье а вот это что-то похожее на салат московский оливье обалденно огромная порция в россии вот этот вот салат на новый год делают целый тазик маслица и даже анютин глазик положили он на меня смотрит мне интересная реакция очень интересно вкусно вкусно говорит масло с хлебом просто масло с хлебом вкусно нет похоже на нормальный оливье вкусно да вкусно майонез вкусно не слышит это пирожок с капустой это не пирожок и не с капустой это какая-то маленькая маленькая булочка что это такое солянка кто солянку заказал ладно я не вкусно да мы там издевательство над пирожками вообще капец невкусно пирожок с ничем это называется тут уже пошли итальянские блюда я пробую пирожок с ничем я думаю там лежал маленький маленький кусочек масла он просто растаялся ну не делаем мы такие пирожки во всяком случае в сибири всяком случае моя бабушка не пекла оба вкусно шуба а шуба то хоть с рыбой есть да есть мы будем говорить какая-то рыба или не будем вам шуба понравилось вкусно да но мы тогда не будем говорить с чего она сделана там используется соленая рыба они едят соленую рыбу она должна быть термически обработана для них это сырое нельзя есть это правда но если очень хочется то можно до самый известный в мире русский салат оливье придуман не русскими новый год новый год какой новый год без оливье почему у вас майонез сладкий на у нас не сладкий ну я видел да борщ с малиновым вареньем это жестко еще одно новогоднее блюдо селедка под шубой слушайте селедка неплохо салфетки пушкин даже салфетки пушкин черри тоже не совсем правильно должны быть большие такие помидоры чтобы кожу с них так содрать но эти вкусные мне пока больше всего понравилось хлеб с маслом салфетки понравились это не просто хлеб из пекарни они сами его пекут и подали прям тепло технолог не русский не должен хлеб прилипать к зубам ну а Браво! 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 Как в анекдоте про студентов? Три сосиски и десять вилок. Она не знает, что с этим делать, потому что это на одного человека. Убили котлету, да? Будем считать, что масло ее кровь. Опа! Мое! Никому не дам. Поделюсь, поделюсь. Пюрешка с котлеткой. Ну, это не котлеты, это кефтели. Слава, бери одну, разрешаю. Одну разрешаю. Только одну, не больше. Ура! Ну-ка, и сразу, сразу говори свое мнение. Нежнейшее, я понял. И нет, не дам. Слава поставил вот этому блюду наивысший бал. Лучшее блюдо на сегодняшнем столе. Мама, вкусно-то как. И никакой новогодний стол не обходится без курицы, конечно же. Тушеная говядина с рисом. То есть это русско-китайское блюдо. Ну-ка, говядина. Мягкая, очень вкусная. Тушеная говядина. Понюхайте. Не пахнет, не пахнет говядиной тушеной. Пахнет помидорами. Смотрю, картошка по-домашнему всем понравилась. Это что, горлодер? Веру на соленые огурчики тянет. Да. С молоком, с молочным коктейлем. Я очень люблю соленые огурцы. Огурцы, очень вкусно. Когда я была в России, я часто сами банки купила. Тамара, подскажите, что вам больше всего понравилось сегодня? Ничего. Ничего не понравилось. Потому что я не могла есть, кушать много блюда. Грустно. Теперь будете думать, что русские невкусно готовят. Я бы понравилась хлебом. Хлебом. Слава. Я знаю, мои котлетки, в смысле мясные шарики. Да, я понял. Тевтельки. Забыл, как называются по-русски. Это прям и сладко. Я оливье, борщ и хлеб с маслом. И огурцы. Салоне. И огурцы. Ну это да, ваше любимое блюдо. Курица. Улена. У меня есть ещё один и соль. Ага. У меня очень вкусные. У меня. У меня запах это очень вкусно. Салоне. Это один. Это вот по-русски. Один. Один. Один по-русски. компания а еда вот честно вся такая не очень не очень моя мама вкуснее готовит и бабушка и жена и в общем русского повара им надо кто хочет попробовать торт наполеон наполеон очень много пустот внутри прям там вон щели ветер дует я весь в предвкушении да да дожди не до да вкусно очень вкусно крема мне кажется вообще нифига нету тебе не досталось кремом и не болезни думаю да было вкусно да это лучший наполеон который я сегодня ел стопудово не серьезно неплохой вроде всем понравился ну и запить пивом сама то чек принесли ты в шоке полторы тысячи меньше 1000 1305 и напоследок малиновое варенье он уел с борщом вкусно и хорошее малиновое варенье ничего себе народу полный ресторан вообще всего лишь несколько свободных столиков вот как китайцы любят русскую кухню у него рейтинг бит об она я нашел одну русскую надпись от себя было неплохо но очень дорого на мой взгляд ты что скажешь ну дороговато но но подъемно интересному самого было что прикольным как ребятам зашла не зашла все воспитанные и может быть это что подумал кролик на самом деле мы никогда не узнаем потому что кролик был воспитанный да